Меня зовут Ломонос Петр. Мне уже 64 года, и сколько себе помню, я занимаюсь растениями. Первые опыты с растениями я оставил, когда мне было 5 лет. Это где-то мне выделяли градки, я садил картошки. Разные варианты, разные опыты, и на картошке я тренировал свое мастерство. Поэтому, конечно, когда я окончил школу, в сомнении выбора профессии не поступало. Я поступил на агронома, плодово-вашевода, техникум жиличи, что на Вагелевщине. Я окончил техникум, служил армию, и после этого пошел на производство, и заочно окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Ну вот здесь открывается вид на мой участок. Когда мы будем идти по участку, вы просто обратите внимание, что есть такое понятие, как биодинамический огород, или биодинамическое насаждение. Вот представьте, вы ходите в природе, вы понимаете, что нет чистого ельника, чистого сочняка, чистого берозового леса. Там всегда присутствуют какие-то растения. Благодаря этому в природе все развивается, все растет. И вредители меньше нападают на наши объекты. Вот сейчас, как вы посмотрите, у меня тоже здесь соседствуют и овощные культуры, и декоративные культуры, и кустарники, и деревья. Здесь все существует. Я просто буду показывать самые интересные моменты, вам буду акцентировать. Но не забывайте, что некоторые подумают, что в этом кишнише, в этом базаре на моем огороде, значит, нету хороших урожаев. Увы, многие растения, как я говорил, дают прекрасные урожаи. Просто правильно подобранная агротехника, правильно спланированное место, и вы сами убедитесь в результатах такого смешанного участка. Пожалуйста, обратите внимание, как растет голубика. Ну, по голубике, опять же, замечу, что эта голубика высажена, толщина слоя грунта составляет где-то 20 сантиметров. Вот 20 сантиметров, тем не менее, урожай, батя, очень прекрасный. Потому что корневая система голубики в почву сильно не уходит, и ей пока вполне достаточно развития. Ну, такой урожай голубики уже видели. А вот сейчас самое интересное, я как-то в одном из роликов рассказывал про кабачки орал. И многих рекламировал, кого-то заинтересовали, кто-то посадил. Теперь я хочу показать эти кабачки живьем, как бы, что они себя представляют. Смотрите, вот сколько на этом растении метко два кабачка осталось. В те годы мы садили по 8 кабачков, по 10. Ну, урожай как бы не съедался, не перерабатывался. И мы поняли, что напрасно за те. Два кабачка через два дня дают нам 3-4 штуки. Вот здесь и вот на этом кабачке. Посмотрите тоже, какие плоды. Ну, вот хочу рассказать, что растут помидоры. Помидоры, я, конечно, не удивлю, как они растут. Но вот удивлю вас, что с помидорами высажены бархатцы. Высажены бархатцы. Их запах отпухивает моих вредителей. И даже помидоры меньше болеют фитофторой. Именно от того, что рядом соседство бархатцев. А вот сейчас я хочу ваше внимание обратить. Видите, что с этой стороны растет. Видите, какое плодоношение хорошее. Это редкое плодовое растение для наших широт. Это кизил. Саженцы тут кизила высажены в 10 сортов. 10 сортов кизила здесь высажены. Значит, им уже 15 лет этим посадкам. Кусты ватя хорошие. Я подшипал просто урожайность. 8 ведер с одного дерева я собираю. Но если учитывать, что кизил тяжелый, где-то примерно килограмм 70-80 я собираю плодов с этих растений. Ну, сейчас посмотрите, как интересно. Капуста брокколи. Она, конечно, известна, видите, многим огородникам. Вот она, видите, головочка растет. Дети уже растут, нарастают. Тут у меня, если отнимем листик, что уже такое? Цветная капуста. Цветная капуста. Чтобы эта головочка была более белая, мы просто-напросто надломаем листики. Надломаем листики. Все, наша головочка будет белая. Она будет защищена от солнца. Дальше морковка, пару ротков свеклы, опять капуста. Что это дает? Это дает того, что запахи смешиваются. И вот белянки летают, но они как бы не очень охотно садятся. Потому что тут на этой градке очень разные запахи. И она просто-напросто дезорантирует нашу белянку. Белянка прилетает, и она уже не уверена, что ей тут надо отложить. Ну, тут немного, конечно, слизни попортили, листья капусты в начальный период. Ну, от них пришлось посыпать золой вокруг растений. И напасть, и ущерб от слизней как бы уже уменьшился намного. Ну, тем не менее, в первый период роста они попрорезали где-то листики, когда они еще были маленькие. Вот здесь еще одна часть моего огорода. Ну, самое интересное, что та часть, которую мы смотрели, была пожизненно наследуемыми владениями, а это арендная земля. Она принадлежит городу. Сколько я не бьюсь, меняются законы, кодексы земли меняются. Уже 10 лет я бьюсь, чтобы эти два участка объединить в один. А оказывается, нельзя. Разделить можно, а соединить их нельзя. Поэтому этим участком пользуюсь, как бы плачу я арендную плату за этот участок. Все. Ну, он как бы необходим. Тем более, что тут никакое производство, сотка земли, производство не отвернешь, а там 7,3 сотки. И получается, что вместе соединить нельзя, и рассоединить нельзя. Ну, тут выращиваю, конечно, многие растения. Это тут овощной сад. Здесь чеснок выражен редко. Потому что даже в каждом урожайке кто-то делится опытом. Вот экспериментирую. Товарищ один заявил, что если яровой чеснок посадить на глубину 8 сантиметров, головки будут очень крупными. Ну, пока я вижу минус этого способа в том, что не все зубки вылезли. Они просто-напросто не вылезли из земли. Им не хватило силы выбиться из земли. Какой будет урожай, скажу, осенью, в очередном своем ролике про яровой чеснок. Ну, по крайней мере, пустых мест очень много. Арендуемый участок, конечно, самый солнечный, поэтому он отдан самой солнцелюбивой культуре. Это баклажанам. Вот они, баклажанчики, красавчики сидят. Вы уже видели их в одном из них роликов. Дальше, если посмотрите, за баклажаном сидят цветы, статица. Жена очень любит букеты. Сидит отпугиватель белокрылки Никандра. И вот тут посадка малины. Место такое полученистое, не каждый овощ выдерживает. А малины развиваются прекрасно. Сорта разные. И ремонтантные, и не ремонтантные. Здесь высажены. Чуть-чуть я покажу вам новые плоды. Ну, а забор, конечно, украшают клематисы и розы. Сейчас мы находимся в теплице. Их у меня две. В этой теплице растут помидоры. Ну, сами видите, что помидоры вообще высокоростные. То есть, которые могут плодить до самых заморозков. На улице мы видели низкоростные сорта. Все сидят помидоры, уже зреют плоды, уже побелели. Ну, а тут высокоростные, которые будут плодить до морозов. Они дорастают до верха, тогда их прищипываю, пускаю пасынки, и они дают урожай и в сентябре, и в начале октябра. Ну, мои растения снимают сторож. Вот вы его видите. Он как сторож. Сами видите, в каком-то положении. Сторожит мой участок. Конечно, он отзывается лаем. Когда прибегают коты, когда другие собаки прибегают к забору, он уже повешает. Ну, в общем, всюду миксбордеры. Я не скажу, что у меня очень может быть красиво. Растения красивые хотя бы. Потому что я испытываю разные растения. Что-то хорошее я, конечно, рекомендую. Могу рассказать. Почему мне легче говорить об этих растениях? Потому что, в смысле, я работал агрономом. Потом, в 2002 году, жизнь резко переменилась, я перешел работать в город. Стал работать в город инженером, озеленителем. И если я знал рожь, пшеницу, овес, капусту, морковку и прочие растения, то уже в городе у меня пришлось изучать, что такое пихта, что такое лиственница, что такое бук, что такое... Ну, в общем, такие уже более редкие растения. Ну, и со временем я нашел с ними общий язык, с этими редкими растениями. Ну, познакомился со специалистами. И сейчас, конечно, название этих растений у меня от зубов отскакивает только так. Или когда кто-то рассказывает о каком-то растении, я сразу могу его охарактеризовать. Потому что теория и практика, они дают очень чудные результаты. Вот, например, этой актинидии я хочу рассказать, как наша вот, ну, как бы вот, обьяковость по-белорусски или просто безразличие по-русски значит, может приводить к не очень хорошим результатам. Тут у меня выставлена актинидия коломикта. Вот это мальчик такой окрашенный, а там девочка вдали сидит. Ну, как-то я вот не обратил внимания. За два года мальчик подавил девочку, и она еле-еле осталась жива. Поэтому пришлось сейчас все образать, а девочке осталась только одна веточка наверху с плодами. Потому что я просто заинтересовался, что в этом году актинидия была как никогда обильно, не было заморозков, где же плоды. Я посмотрел, а она уже нету. Она просто-напросто уже заглушивалась. Поэтому вот возьмите на заметку мой опыт, старайтесь высаживать их как минимум, ну, где-то у меня метр двадцать, полтора метра и желательно разносить в стороны, как бы на одной линии были. Для того, чтобы не получился такой же результат, как у меня. Ну вот мы шли в вторую теплицу. Значит, одна сторона высажены перцы, каждый ряд отдельный сорт, а здесь растут огурцы. Ну, огурцы, конечно, хватает нам и на закатку огурцов, и поесть в свежем виде. До октябра месяца, как бы эта теплица нас обеспечивает огурцами. Ну, перцы, соответственно, точно так же. Просто по перцам я хочу вам показать один момент. Пожалуйста, попрошу сюда показать, что вот кто-то там писал, что нельзя садить перцы рано съесть, в январе месяце. Вот показываю результат. Смотрите, какие плоды. Это у перца, у которого вы посеяны, в январе месяце. Вот вы посмотрели мой участок, посмотрели, как у меня растение. Посажены, конечно, где-то, может, и густовато. Ну, урожаем они радуют, и урожай уже видели сами. Вот в кадрах, какой урожай у меня растет. Ну, еще о себе, еще вкратце, чем можно закончить наше первое знакомство с двумя участками со мной. Ну, значит, я являюсь автором семи книг о растениях, которые выходили в минских издательствах общим тиражом около 100 тысяч экземпляров. Ну, точно так же я являюсь автором некоторых сортов декоративных растений. Ну, почему декоративных растений? Это клематисы, лилейники. С этими культурами я работал плодотворно, с лилиями работал. Там тоже есть гибриды интересные. Потому что овощные культуры, как бы, отрасль, которая требует большого исходного материала. Любители, сами понимаете, такого материала быть не может. Такой фон, как бы, это материал, который будет подходить для скрещивания, для проверки. Поэтому я сосредоточусь на декоративных растениях. Там, как бы, ну, материал надо меньше, а результаты хорошие. Ну, на эти сорта, что гибриды мои, которые были, уже получены авторские свидетельства государственного образца. Они зарегистрированы, они уже, их дана путевка в жизнь. Поэтому желаю вам быть пытливыми, быть, знакомиться с миром растений, подмечать особенности некоторые, замечать что-то такое интересное, ну, и рассказывать, конечно, делиться с людьми. Не таить это все при себе, ну, и говорить, что вот, это мое. Ну, поделитесь с людьми, это к вам вернется многократно. В чем вы убедились? Потому что хорошие отношения. Вот вы видели, был я и на рынке, там, беседу с товарищами. Асся, где ж товарищ, где товарищ? Ты ж просил, сейчас все тебе узнают, весь интернет, от Владивостока, до Украины. Ну, ну, хайзнимудь. Не, хайзнимудь, Витёк. Тебя будут, продажи пойдут вверх. Конечно, вот, тебе что-то с артибент снимают, все. Завтра тебе так, горчица ж есть тебе, горчицы возьмем. Все есть? Все есть в наличии. И фацелия есть. Да, ну, цены завтра узнаешь. Олег, здрасте. Так, вас снимает скрытая камера. А сегодня как раз по мне, говорю, ладно, давай заедем на рынок. Говорю, там мои карифаны, говорю, давай вот заедем. Да и заедем, обои, обои. Здравствуйте. Снимаем, снимаем, снимаем. Тебе не надо, а могли, могли, подумаю, рекламу сделаем. Могли бы, могли бы рекламу снять, гляди сам. Хорошо. Сейчас сниму, Таня снимает уже. Уже снимает. Ничего, там ничего плохого. Доброе, завтра увидимся, я снимаю. Завтра увидимся, я буду. Понятно, понятно. Всюду хорошие отношения, всюду доброжелательные, потому что я сам стараюсь, оптимист по жизни, доброжелательно относиться к людям, чего вам и желаю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова